паре кришна дорогие предные так мы продолжаем читать книги шила мы сегодня читаем Швичайтанья Чаритамриту Матхалила 12 глава 34 стих до этого споем Шри Кришна Чаританья Прабхом Дайакарамарем Томабинаке Дайадом Шри Кришна Чаританья Прабхом Дайакарамаре Томабинаке Дайадом Шри Кришна Чаританья Прабхом Дайакарам Шри Кришна Чаританья Прабхом Дайакарам Патита Паванахетум Тава Яватарам Масамопатита Прабхом Дайакарам Ахапрабхом Тянандахом Премананда Сохи Випабхалаха Канакарам Амми Бораха Духухим Дайакарам Ситапати Адвайта Гасай Табхакри Бабхалепа И Чаританья Нитай Асвару Псанатана Рупарагунатам Матаюгаси Жива Рабхом Дайакарам Дайакараси Ачаря Прабхоши Нивасам Рабхом Дайакараси Ачаря Прабхоши Нивасам Наротама Рамачандра Сангамаге Наротама Дарсам Сри Кришна Чайданья Дарсам Сри Кришна 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 Харе 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пытаясь покончить с собой Пратапаруды Дима Торзок 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 Господь ответил, вы все очень мудры, и я готов согласиться с любым вашим решением. Там, кроме Господа, Нитянанда, еще. Сарвабамба, Тачариба, и еще другие предные. И фактически так ответил Господь Шичайтаняма Прабу. Вы все очень мудры, и я готов согласиться с любым вашим решением. Тогда Нитянанда Прабу попросил у Говинды передник, который носил Господь. Этот старый передник Нитянанда Прабу передал Сарвабаме Батачаре, а Сарвабам Батачаре послал его царю. Получив эту одежду, царь стал поклоняться ей, как поклонялся бы самому Господу. Это очень-очень важный признак чистого преданного, который, получая любой ингредиент от Господа, он поклоняется это как самому Господу, видя неотличным от него. Комментарий Шичайтаняма Прабу, это согласуется с заключениями Вет, верховная личность абсолютно истинно, поэтому все, что связано с Богом, пребывает на том же уровне, что и он сам. Царь очень сильно любил Шичайтанню Маа Прабу и даже еще не встретившись с Господом, уже постиг суть предновослужения. Как только царь получил от Сарвабам Батачаре одежду Шичайтанни Маа Прабу, он сразу же стал поклоняться ей, считая ее неотличной от Господа Чайтанни. Я здесь не могу не вспомнить моего дорогого друга Амриты Прабу, который 11 месяцев и 15 дней уже он ушел, 25 января будет год, как он ушел. Я до этого успел, мне повезло приехать, увидеться с ним. Он лежал больной, уже четвертая стадия онкологии, очень худой, не двигался, но он ясное сознание имел, полностью ясное сознание. Он узнал меня, я поклонился, подошел. Он укорительно сказал пальцем, не надо, я поклонился, прям стопы положил на свою голову. И он так сказал, не надо, но он перешел дальше. Я снял Говардана Шилу, который мне подарил, это мой первый Говардана Шилу, который он с большой любовью подарил. И сказал, что Кришна в этой форме пришел ко мне, через тебя ты мне подарил, и я привел его к тебе. И он сказал, указал, чтобы я поставил его на голову. Я поставил его на голову, потом он сказал, поставь на глаза, я поставил на глаза, поочередно, Говардана Шилу и на сердце его. И потом он сказал, ты тоже так делай. Я тоже поставил на голову, на глаза и на сердце. Вот такой этикет уважения и любви. И вот отношение любой формы Господа, его атрибутом, чистого, преданного, это очень важный характер. И когда я спросил Амриту Прабу, он куда хотел бы идти, он сказал, Майапурдан, и он мне сказал, что милость Господа Чайтани это самое важное. И он лежал, не просто сказал, он лежал, и дочка поставила шарф Господа Чайтани под его голову. Он лежал на шарфе Господа Чайтани Маапрабу из Майапура, Божества нашего, Панчататтвы Господь Гавранга. И вот пример для меня, не только Ишастара, который я видел своими глазами, какое высочайшее уважение и привязанность имеет преданный Господа Чайтани Маапрабу. Как только царь получил от Сарвабамы Батачари одежду Ши Чайтани Маапрабу, он сразу же стал поклоняться ей, считая ее неотличной от Господа Чайтани. Одежда Господа, его ложи, сандалии и прочие предметы обихода – это проявление Ананташеши, Вишну, экспансии Шибаладевы. Таким образом, одежда и другие атрибуты Верховного Господа есть не что иное, как видоизменение Его самого. Все, что связано с Господом, является объектом поклонения. Ши Чайтани Маапрабу учит нас, подобно тому, как люди поклоняются Кришне, следует поклоняться и обители Кришны, Бриндавану. И как люди поклоняются Бриндавану, следует поклоняться всему, что там есть – деревьям, дорогам, реке и прочему. Поэтому чистый преданец поет «Джая-джая Бриндавана васиятаджана» «Слава обитателям Бриндавана тому, чья преданность Господу непоколебима, все эти истины откроются из его сердца». «Тому, чья преданность Господу непоколебима, все эти истины откроются из его сердца». Я здесь тоже вспомнил, читая эти слова Шила Праупады, «Деревьям, дорогам, реке и прочему». Я вспомнил настроение, которое приходит во Бриндаване. Последний раз, я помню, с утра, вот это, когда мы выходили на Парикраму, и уже светло было, уже в 6 часов светло в Бриндаване, очень тихо с утра. Такое настроение очень умиротворенное, сладкое настроение. И у меня такое было настроение, что я обнимал весь Бриндаван с домами, с дорогами, с деревьями. И такое ощущение было, что я мог обнять. По крайней мере, это настроение. Это не физические возможности, но это настроение. И это настроение подтверждается шастлами, потому что все, что там есть в Бриндаване, деревья, дороги, река и прочему. Прочее – это значит пыль, коровы, собаки, свиньи, обезьяны, люди, насекомые. Все, что мы видим, мы можем обнять или поклоняться. Это уже вопрос настроения, как минимум поклоняться. Тому, чья предность Господу непоколебима, все эти истины откроются из сердца. Лишь тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и в Духовного Учителя, сам собой открывается весь смысл ведийского знания. Поэтому, следуя примеру Махараджи Пратапарудара и других преданных, мы должны научиться почитать все, что принадлежит Верховной Личности Бога. Господь Шива называет это Тадьянам. В Падмапуране сказано – Высшая форма поклонения – это поклонение Господу Вишну, но еще выше – поклонение Тадьи, тому, что непосредственно связано с Вишну. Шивишну – это Садчитананда Викрага, самый доверенный слуга Кришны, Духовный Учитель и все преданные Вишну являются Тадьей. Садчитананда Викрага, а также Тадья, то есть Гуру, Вайшнабу и предметы их обихода должны стать святыней для всех живых существ. Вот это очень-очень важное настроение для того, кто хочет вернуться в вечную обитель Господа, в Риндавана Даму. Гуру, Вайшнабы и предметы их обихода должны стать святыней для всех живых существ. То есть и Гуру, и Вайшнабы и предметы их обихода. Там много предметов может быть. Я помню внимательно смотрели мы, какие предметы были у Шила Прабхупады. Там выставка есть и в комнатах, и в коридоре, и в комнатах есть. Такие шкафы с стеклами, с закрытыми дверьми. Но там есть его шила Прабхупады, есть предметы. Есть его как бы ручка, его записывающая машинка, тиктофон, разные его как бы из зеркальца. Вот это пачамант, который он делает, предметы для тилоки. Все, что возможно там осталось. Вот эти предметы, они святыни. Они должны стать святыней. Мне очень повезло, что у меня тоже есть кусочек ковра, на который ходил Шила Прабхупада в его комнате. Этот кусочек подарил. Очень прекрасный Вайшнаб. Утамашлока Прабхупа сейчас Сангар Магарач. Я еще поделился немножко с двумя очень близкими преднами, которые участвовали с тех времен в распространении книг Шила Прабхупады. Они рисковали. И когда Магарач мне подарил, он сказал, что ему подарил это президент храма в Активиданте Мэннере в Англии. И сказал, чтобы это дать не каждому, а тем, которые проповедовали в России и рисковали жизнью. То есть я поэтому сделал выбор. Кусочек был маленький. В принципе, я мог бы и не распространять, не давать. Это было дано мне, не было. Он не попросил распространять это, но я решил все-таки вот это тоже дать пару близким преданным. У меня остался кусочек маленький. Это святыня. Это святыня от Вайшнаба, от Гуру. И поэтому чем больше прогрессирует преданные духовной жизни, тем больше он поклоняется всему, что связано с Кришной. Всему пыли, песку, где ходил Кришна, и Гуру, и Вайшнавы. В воде, воздуху, деревьям, всему, птичкам. Все он принимает как связанное бриндава, не коту, и связанное с Господом. Вернувшись со службы в Южной Индии, Рамананда Рай попросил у царя разрешения поселиться с Ашрича и Танья Магапрабху. Когда Рамананда Рай попросил царя позволить ему жить вместе с Господом, царь тотчас с большим удовольствием согласился и стал умолять Рамананду Рая устроить ему встречу с Господом. То есть мы видим, что эти близкие спутники Господа постоянно тянутся к нему, близко быть с Господом, общаться с Ним лично. Рамананда Рай вот пришел с Южной Индии, сразу попросил царя разрешения идти близко, общаться с Господом, Шичай Танья Магапрабху, который является его жизнью и душой. Царь сказал Рамананде Раю, Шичай Танья Магапрабху, очень и очень милостив к тебе. Пожалуйста, обязательно уговори его встретиться со мной. Вот что значит жадность. Духовная жадность, она просто не объясняется материальными какими-то предметами, примерами. Нет материального опыта этой жадности. Это жадность встречи с Кришной, общение лично с Ним, оно полностью имеет духовное... основанное на духовных чувствах, имеет духовную характеристику. И это просто можно ощутить, если человек достигает такой духовной жадности. Это невозможно объяснить, какая это духовная жадность. Но внешне можно увидеть, это постоянно проявляется в том, что преданный, который имеет духовную жадность, является чистым преданным, он постоянно, неуклонно, день и ночь стремится общаться с Господом. Он то в разлуке с Господом, то в встрече, то сам Бога, то випраламба. Это означает, он не может жить даже секунды без Господа. Цари Рамананда Рай вместе вернулись в Джаганадхакшетру Пури, и Ширамананда Рай увиделся со Шичайтаньей Магапрабу. При встрече Рамананда Рай поведал Шичайтанье Магапрабу об экстатистской любви царя, и потом при любой возможности Рамананда Рай снова и снова рассказывал Господу о царе. То есть Рамананда Рай, высочайший, преданный, он ощутил вот эту экстатистскую любовь, что есть у царя, и представил, и начинал прославлять искренне и представлять Господу Шичайтанье Магапрабу о царе, о его качествах. В прошлом царский советник и дипломат Ширамананда Рай легко находил с другими общий язык, просто рассказывая Шичайтанье Магапрабу, как царь любит его, он постепенно смягчил сердце Господа. Комментарий Шилапрабабады. Межские дипломаты хорошо знают, как вести себя с другими, особенно в политических делах. Некоторые из великих преданных Господа, например, Рагуна Дас Госфами, Санатаны Госфами, Рупа Госфами, тоже состояли на государственной службе и в бытность семейными людьми жили в большом достатке. Поэтому они легко находили с окружающими общий язык. Можно видеть, что Рупе Госфами, Рагуна Дас Госфами, Рамананде Раю в своем служении к Господу нередко приходилось прибегать к дипломатии. Так, когда отцу и дяде Рагуна Дас Госфами угрожал арест, Рагуна Дас Госфами спрятал их, встретился с должностными лицами и сам все уладил, прибегнув к дипломатии. Это лишь один пример. Подобно этому, когда Санатан Госфами отказался от поста министра, его бросили в тюрьму, однако он сумел подкупить тюремщика и вырваться из лап на Боба, чтобы жить со Шичайтанем Маапрабу. Здесь же мы видим, как Рамананда Рай, наперсник Господа, с помощью дипломатии растопил сердце Шичайтанем Маапрабу, несмотря на то, что Господь твердо решил не встречаться с царем. Дипломатия Рамананда Рая и Мольбы, Сарвабама, Батачари и всех предных принесли плоды. Подводя итог, можно сказать, что задействовать дипломатию в служении Господу – это одна из разновидностей предного служения. То есть дипломатия здесь проявляется в чем? Это нематериальная дипломатия, потому что цель духовная и объект духовный. Дипломатия в том, что, чтобы достичь успеха, нужно прославлять постоянно качество человека, чтобы это повлияло на отношение Господа к этому преданному. И особенно, когда это делает близкий спутник Господа, реально хвалит кого-то, это очень быстро смягчает сердце Господа, потому что он очень доверяет своему преданному, зная, что он дает свою милость тоже. И Господь готов дать свою милость, но мы видим, что Господь постоянно показывает Господь Шичайтанима, потому что в основном он ждет, когда преданные получают милость его окружения, его спутников, чистых преданных других. И потом Господь Сам дает свою милость, добавляет свою милость. И эти милости, милость Господа Шичайтанима, милость всех преданных, все вместе делает этого преданного безгранично блаженным, счастливым. И этот преданный ликует от этой любви и милости, получая милость преданных и Господа Шичайтанима. И мы видим, что фактически здесь тоже Господь действует так, чтобы увеличить, увеличить эту жажду царя, эту духовную жажду и духовную любовь царя. Это от любви он так делает. Он из любви, он сразу не встретился, он увеличивал его. Фактически внешне он держал этикет, но внутренне он думал, чтобы увеличить вот эту жажду царя и трепет царя до встречи, затягивать немножко их личную встречу. Магарадж Патапарудра не в силах больше терпеть разлуку с Господом, пребывал в сильном беспокойстве. Поэтому Ширамананда Рай с помощью дипломатического искусства постарался устроить встречу царя с Господом. То есть уже Магарадж Патапарудра был в таком состоянии разлуки, уже был в очень сильном беспокойстве, и это Рамананда Рай заметил. Ширамананда Рай открыто попросил Шичайтанима Апрабу, пожалуйста, позволь царю хотя бы раз увидеть твои лотосные стопы. Насколько любящие, возвышенные, независливые слуги Господа Шичайтанима Апрабу, как Рамананда Рай. Они хотят, очень сильно хотят, счастья, милости другому преданному. Шичайтанима Апрабу ответил, дорогой Рамананда, прежде чем попросить об этом, тебе следовало бы подумать, подобает ли Саняси встречаться с царем? Если человек, давший обет отречения, встретится с царем, он не достигнет успеха ни в этом мире, ни в ином. Да что говорить об ином мире? Даже в этом мире Саняси, встретившийся с царем, становится посмешившим для людей. Рамананда Рай сказал, Господь мой, ты независимый, Верховный Господь, тебе некого бояться, ибо ты ни от кого не зависишь. Когда Рамананда Рай назвал Шичайтанима Апрабу Верховным Господом, Шичайтанима Апрабу возразил, я не Верховный Господь, обычный человек. Поэтому я должен остерегаться, чтобы одним из трех способов своими поступками, мыслями или словами не опорочить себя в глазах людей. То есть Господь Шичайтанима Апрабу не признает, что он Господь, он хочет сказать, что я в этой роли преданного Саняси, а не Байшнава Саняси. Я обычный человек, но Байшнав Саняси, но я не Бог. Обычно стоит кому-нибудь найти в поведении Саняси хотя бы малейший. Езиан, молва об этом распространяется, как пожар. Невозможно скрыть чернильные пятна на белой ткани, оно сразу бросается в глаза. И в этом мире насколько зависть, вот эта зависть и критика ждет, 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 чтобы взорваться. И все, особенно если кто-то поднимается на духовной лестнице куда-то и находится где-то, все думают, о, как это понять. Вчера я помню, говорил с одним преданным старым, поздравляю с Новым годом. Он мне рассказывает, говорит, один из наших преданных, там, в Армении, говорит мне, правупада, да, стал гуру, принимает учеников, лекции читает в интернете, то все. И я говорю, при чем тут это вообще? Какую гуру? Я не понимаю. Это же всю жизнь стремя стать слугой слуги, слуги Шилы Браупады, и то я еще не слуга, слуги Шилы Браупады. Но люди, какое-то доброе, ну, не все, естественно, такие, но большинство в этом мире завистливые люди, прежде чем что-то говорить, не думают, и сразу заработает их вот это, их чувство внутреннее. И могло бы быть так, по-простому, что какое-то сладкое слово послать, какое-то вот хоть одну фразу, но от души, любовно. И это было бы так приятно. Тем более, что мы вместе распространяли книги какое-то время. Рамананда Рай ответил, ты спас стольких грешников, а Пратапа Рудра, царь Алисы, слуга Господа и твой последователь. Чайтанья Магапрабу сказал, сколько бы молока ни было в кувшине, если его осквернила хотя бы капля вина, к этому молоку уже нельзя прикасаться. Хотя царь, несомненно, обладает всеми достоинствами. Одно то, что он называется царем, все портит. Если ты все-таки настаиваешь на моей встрече с царем, тогда приведи, пожалуйста, его сына, и я встречусь с ним. Здесь уже после одежды, которую послал Господь Шичайтанья Магапрабу, уже по уговорам Рамананда Рая, Господь Шичайтанья Магапрабу уже соглашается еще на большее с сыном встречаться, потому что по традициям встреча с сыном, сын считается вторым продолжением отца и вторым отцом. И поэтому оно еще более близкое сейчас общение становится. В богооткровенных писаниях сказано, продолжает Господь Шичайтанья Магапрабу, что сын представляет отца, поэтому если царевич увидит меня, это будет равносильно тому, что со мной встретился сам царь. Комментарий Швапрабхады. Как сказано в Шимадбхагаватам 10.78.36, Веды гласят, что Отец рождается снова в своем сыне. Сын не отличен от отца, и это признают все богоподобные писания. Например, христианские теологи считают, что Христос тоже Бог, или другими словами, что Сын Божий и Сам Бог суть одно. Но мы видим, как скурпулезно Господь Шичайтанья Магапрабу свое поведение доказывает священными писаниями. В частности, вот как он ведет, как саняси себя, и чтобы Раманандарай и царь не обиделись, он цитирует стих, говоря, что вот это все авторитетно, его окружение чисто и предное, они всегда авторитет. Шримад Бхагаватам из священных писаний всегда для них был на первом месте. И царь, и Раманандарай, они чистые вайшнавы, и они видят, как идеально Господь действует. Тогда Раманандарай пошел к царю и рассказал ему о своем разговоре с Сашичайтанья Магапрабу. Исполняя наказ Господа, Раманандарай привел к нему царевича. Но здесь самое важное, мы знаем, что поведение Господа Шичайтанья мы попробуем таким образом для того, чтобы другие люди, которые имеют вот эту способность критиковать, ради них он это все делает, потому что спонтанная любовь, она не имеет никаких таких принципов, что то, что сейчас мы видим, это проявление байшнавского этикета, ради проповеди во всем мире, Господь Шичайтанья Магапрабу ведет себя идеально внешне. Но на самом деле спонтанная любовь, он всегда в сердце, внутри обнимал Марачпатапаруду и до этого, как встречался наяву. И Марачпатапаруду тоже. То есть их внешнее отношение, проявление любви и внутреннее, они различались. В материальном мире бывает так в основном. Это в материальном мире. А в духовном мире такого нет. Там и внешнее, и внутреннее отношение, они одинаково свободны. Там нет внешнего этикета и внутреннего этикета. Все там спонтанно. Царевич, который еще только стоял на пороге юности, был очень хорош собой. У него была смуглая кожа и большие, как лепестки лотоса, глаза. Царевич был облачем желтой одежды и убран драгоценными украшениями, поэтому любой, кто видел его, вспоминал Господа Кришну. То есть он был похож на Господа Кришну. Своим видом мальчик сразу же напомнил Шича и Таняма праву о Кришне. При виде царевича Господь, охваченный экстазом любви, заговорил. И здесь мы остановимся на самом интересном месте, дорогие преданные. Сегодня мы прочитали с 34 стиха до 60 стиха. 61 стиха продолжим дальше. Если Господь будет благосклонен и позволит Дяйшила Прабхупада, спасибо вам большое. Так, сегодня закончили. Хорошего вам дня в сознании Кришны. Субтитры сделал DimaTorzok